Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. Сегодня 26 января, четверг. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 9. В горах до минус 14, днем 0, плюс 5 и местами до плюс 10. Ночью и утром на дорогах местами гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 8. Днем 3,5 градусов тепла. В эти дни отмечают свой профессиональный праздник. День своего создания подразделения по взаимодействию со СМИ в войсках Национальной гвардии. И сегодня о своих задачах, проводимых акциях и о работе отдела в целом. В эти минуты в нашей студии моей соведущей Белли Джазаевой расскажет помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ, начальник пресс-службы управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Виктория Духина. Доброе утро, Виктория. Я рада видеть вас сегодня у нас в гостях. И сразу хочу поздравить вас с профессиональным праздником. Буквально вчера вы отметили свой профессиональный праздник – День образования пресс-службы Росгвардии. Я в первую очередь хочу у вас спросить, какие основные задачи возложены на пресс-службу Росгвардии? Добрый день, дорогие телезрители, уважаемая ведущая. Основная задача, одна из основных задач, которая возложена на пресс-службу Росгвардии – это освещение служебно-боевой деятельности всех подразделений управления. То есть мы показываем работу непосредственно всех подразделений, освещаем ее. А как вы доводите эту информацию? У нас существует официальный сайт, на котором мы каждый день обновляем информацию, рассказываем о работе тех или иных подразделений, сотрудники. Бывают гостями вашей студии. У нас есть официальная телерубрика, радиорубрика, где зачастую героями становятся именно наши сотрудники. И они рассказывают о работе своих подразделений. Я знаю, что вы проводите именно пресс-службу большую работу, потому что я работаю непосредственно с вами, я это точно знаю. Вы участвуете постоянно в каких-то акциях. Вот какие-то акции вы можете выделить, которые вы проводите, в которых вы участвуете? Действительно, мы участвуем во многих акциях. Инициаторами выступает и Росгвардия Центрального аппарата, и Северо-Кавказского округа. И инициаторами являемся и мы. Вот, например, недавно мы проводили акцию «Добро в детские сердца». В рамках данной акции мы посетили детский дом, поговорили с ребятами, привезли им угощения, подарки. И оказали помощь многодетной семье, которая оказалась в трудной жизненной ситуации. То есть это очень ценно, я считаю, и мы обязаны даже это делать. Виктория, ну как органы власти, я думаю, в первую очередь вы должны и уделяете, наверное, должное внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Мне кажется, это все-таки самое главное в любой работе, в любых сферах. Расскажите об этой работе. Да, действительно, это вот, вы знаете, одно из ключевых направлений, которым занимается и управление Росгвардией в том числе. У нас существует отдел по военно-политической работе. Данный отдел, он организует все эти мероприятия, проводит уроки мужества с детьми, участвует в каких-то дополнительных мероприятиях, рассказывая детям о любви к родине. Ну что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе, поздравляю с профессиональным праздником, успехов вам в работе. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить своих коллег с их профессиональным праздником, пожелать крепкого здоровья, удачи, благополучия и поблагодарить очень вас, журналистов канала ГТРК «Карачаевая Черкесия», которые так плодотворно с нами сотрудничают. Нам очень приятно, и мы очень рады данному сотрудничеству. Спасибо вам. И мы рады. Спасибо. Далее информационный эфир в 9.00 продолжит вести на абазинском языке. Затем смотрите программу абазинской редакции. А в 14.30 вести «Карачаева Черкесия» с Муратом Джанкиозовым. Оставайтесь с нами на канале «Россия». Продолжение следует...